В селах Жаик и Атамикена к Жаикскому району идет строительство двух новых школ. Подрядчики обещают сдать оба проекта в установленные договором сроки. Работы идут хорошими темпами, однако капитальный ремонт объекта образования в селе Базар-Тубе затянулся. Подробности в сюжете. Строительство школы на 60 мест в селе Жаик началось в январе текущего года. Уже залит фундамент и поднимаются стены здания. По графику объект должны сдать до 1 сентября. Впоследствии двор школы огородят, прилегающую территорию благоустроят, организуют игровые и спортивные площадки для детей. 20 человек задействованы при строительстве, большая часть рабочих – местные жители. Кирпичная кладка, можно сказать, уже на саде завершения. Сейчас идет подготовка к укладке плит и подготовка к устройству кровли. Материал вовремя доставляется. Подрядчик компании «Аксай Струйсервис». Работы начались в январе месяце. По плану и по графику, который подрядчик подтвердил, постараемся приложить все силы закончить к сентябрю этого года. Пока, вроде, предпосылки все к этому у нас располагают. Спорится дело и на стройплощадке в селе Атамикен. Здесь будет школа на 108 мест. Необходимый материал завезен, работы продвигаются по плану. Готовое здание также намерены сдать к концу года. В прошлом году в районе начали капитальный ремонт двух очагов образования. В селе Тайпак его завершили достаточно быстро, а на втором объекте работы затянулись. Школа на 480 мест была построена 47 лет назад. На капитальный ремонт был выделен 441 миллион тенге. Срок завершения декабрь из-за отставания продлили еще на три месяца. Но и сейчас там дело не сдвинулось. Поэтому теперь вопрос решают в судебном порядке. Они должны были закончить 19 марта. Сроки уже прошли. Мы подали на подрядчика в суд. В первую очередь его решением суда признали недобросовестным. Но он подал заявление на апелляцию. Ведутся судебные процедуры. На сегодня пока неизвестно, чем закончится спор между заказчиком и предпринимателем. А 196 школьников вынуждены получать знания в интернате при школе, где на данный момент проживают 19 учеников. Мы хотим, чтобы наши дети учились в просторных современных помещениях. Кроме того, нет условий для дополнительных занятий и тем более каких-либо кружков. Даже в здании школы были трудности. А сейчас в стесненных условиях тем более учиться крайне неудобно, говорят педагоги. У нас нет мультимедийного кабинета. Компьютеров не хватает. Классы тесные. В интернате учимся на втором этаже. На первом живут дети. Это очень неудобно. Вопрос с ремонтом остается открытым. До 2025 года в целом в районе планируется строительство восьми школ.